Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач, и мы, как всегда, на этом канале говорим с вами о бариатрии. Ребят, я хотел бы с вами поговорить о главном ключе успеха любого бариатрика. Все на самом деле очень просто. Казалось бы, да, мы учимся жить заново, мы учимся питаться заново, но это все, конечно, хорошо. Но появляются вопросы, особенно в первые три месяца после операции, да и после них, как же правильно питаться? Как же, вот или же вопрос такой классический, я вот почему-то начал или начало набирать вес. Я сейчас говорю о примерно до года, максимум полтора после операции, но это также касается и тех ребят, которые уже больше полтора-два и выше лет после операции. Это будет также важно для вас. Как же правильно питаться? Почему я толстею? А что же делать? А куда бежать? А что, а как? Ребят, все гениальное на самом деле просто. Я повторяюсь, как и повторялся в других своих видео. Я не врач, я не имею никакого медицинского образования, да, у меня есть большой опыт двух бариатрических операций. Поэтому все, что я вам говорю, это не призыв к действию, это конкретно мои достижения, мои познания, мой опыт. И что же говорит мой опыт? На самом деле все очень просто. Я очень много посещал врачей-бариатриков и прочих всяких врачей, которые связаны с нашими проблемами, да, отправили питание, усвояемая или усваиваемость витаминов и прочее, 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 прочее. Ребят, мы можем с вами жить, мучаясь. Что я имею ввиду? Вот считать калории, подсчитывать все вот это вот, а мы можем просто наслаждаться жизнью. Повторяюсь, ребят, все гениальное просто. Главный ответ на вопрос, как правильно питаться, я сейчас вам дам в этом видео. Я не прошу дослушать его до конца, это будет прямо здесь и сейчас. Ребята, ключ к успеху бариатрика в плане еды и прочее очень прост. Первое. Уберите нафиг ваши весы, не взвешивайтесь. Я сейчас объясню почему. Самое важное для вас это размеры, объемы и как вы себя чувствуете. Если вы будете взвешиваться каждый день, вы будете видеть, что у вас вес будет то больше, то меньше, то больше, то меньше. Самое главное объемы, объемы начинают уходить. Так вот, отвечая на вопрос, как правильно питаться любому бариатрику, абсолютно любому, примерно через 3 месяца после операции. Давайте скажем так. На самом деле все очень просто. У нас есть маленький одноразовый стаканчик, очень маленький. Есть, который больше. И ваша пайка, норма еды, должна составлять не вот такой вот стаканчик, а больше, который одноразовый обычный стаканчик. И кушать каждые 3 часа. Все. Стоп, остановитесь, не надо сейчас думать. Просто это ваша норма еды. И сейчас неважно, это жидкая пища, не жидкая пища. Ваша норма еды, это примерно стаканчик. Объемом примерно до 300, до 300 миллилитров. В общем объеме. И сейчас неважно, что это и как это. Потому что если вы сейчас начнете высчитывать по калориям, что вы едите, ребят, вы просто запаритесь и замучаетесь. Вообще нафиг, напрочь. Поэтому не надо это делать. Просто у вас есть стаканчик. Вы примерно рассчитываете свою порцию на стаканчик. Вот и все. Не надо бегать, не надо мучиться. Вес будет уходить. Дальше, по поводу, что я сказал, выкиньте ваши весы и пользуйтесь простой меркой какой-нибудь типа пояса вашего любимого или еще чего-нибудь. Или же по сантиметрам смотрите ваши объемы. В чем проблема? Когда вы питаетесь, вы иногда можете принять что-то, внутрь съесть, ну скажем, рыбку какую-нибудь солененькую или солененький огурец. В этих продуктах большое, колоссальное содержание соли. А что соль делает? Правильно удерживает влагу. Поэтому, если вы, скажем, съели какой-то огурчик, вы можете от 3 до 5 дней не терять в весе вообще по весам. Почему? Потому что жидкость у вас будет скапливаться в организме. А если есть соль, то она удерживает и жиры, и жидкость. И вы как бы, у вас вес может стоять на месте или пойти вообще вверх. Поэтому, ребят, попробуйте убрать соль. И главное, это не взвешивание ваше, а ваши объемы и так, как вы внутри чувствуете себя. Если вы сейчас будете поддаваться весам, вы не сможете нормально жить. Ваша жизнь превратится в сущий ад. Поэтому не надо. Я призываю жить и наслаждаться жизнью, а не проживать свой век и мучиться с подсчетом калорий, с этой головной болью. Нам это нафиг не надо. И, естественно, добавлять спорт. Не можете добавить спорт. Просто ходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!